Привет, друзья! У нас пятница, сегодня на дворе. И что я хочу сказать. Это неделя, последняя неделя перед Рождеством. Сейчас, если мне память не изменяет, 17 число у нас. И Америка замерла, я вам честно скажу. Это касается бизнесов, это касается работы, это касается людей. Такое ощущение, что даже на машинах стали ездить гораздо медленнее, потому что, ну все, люди уже расслаблены, праздники. У меня в компании, например, половина сотрудников взяли отпуска. Они взяли отпуска на следующую неделю. И вернутся они только 3 января, в понедельник, уже на работу. Сейчас никого нет. Если вы захотите чего-то добиться от контракторов, от внешних каких-то команд, например, мы на работе это сделать не можем, потому что никого нет. А если кто-то и есть, то нам отвечают, «Ребят, ну сейчас же праздники, и мы не сделаем вам за неделю то, что вам надо. Давайте вот мы там через 2 недельки сделаем. У нас люди с отпусков придут. У нас оклемаются те, кто в отпуска не пошли, остались на работе, потому что присутствие на работе в последнюю неделю года, оно чисто номинальное, честно скажу. Ты вроде как бы и на работе, но вроде как бы ты и не на работе, потому что ты замер, так же, как и все. Замирают те, кто в отпуска уходит, хотя, наверное, они даже более активны, потому что они куда-то едут. А те, кто остаются на местах, все замирает. Я не помню, в том году ходили у нас, как убирать или нет, в последнюю неделю, в последнюю неделю уходящего года. Но сдается мне, что эти ребята тоже отдыхать будут. И кто будет работать, я не знаю. Но еще неделя впереди, посмотрим с вами, что к чему, сколько магазинов будет работать. Кстати, да, магазины тоже не все будут работать, потому что у людей начинаются праздники, у людей каникулы. Рождество в Америке – это очень серьезный, очень большой праздник, к нему люди готовятся, начинают буквально за полгода, закупаться подарками, пока цены перед праздниками не повысили, и товары еще в наличии есть. Все остальное украшают, дома начинают украшать с 1 ноября. Да, по-моему, с 1 ноября. Уже можно, или с 1 декабря, друзья, я не помню точно, но уже дома все украшены. Кстати, за дома. Так как в Америке, как я уже сказал, все замирает в последнюю неделю, то все приготовления к праздникам, они заканчиваются уже сейчас. То есть все дома уже украшены, елки у всех поставлены, подарки закуплены, еда заготовлена тоже заранее, которую можно. Все, люди уже просто сидят и ждут. Но здесь нет такой традиции, например, как в России или в странах СНГ, когда бы на Новый год 30 декабря поставили елку, и она у вас будет до апреля стоять, если не стоит. Здесь наоборот, здесь люди за месяц до праздника уже все ставят, уже украшают, они создают себе настроение. 25-26, по-моему, число у нас Рождество, а 27-го числа с домов уже все украшения сняты, елки все разобраны, игрушки убраны, потому что все, люди уже, они праздновали, скажем так, до праздника целый месяц, а после праздника сразу же они уже готовы к трудовым будням, своим работам и повседневным каким-то заботам. Все, люди отметили, в этом большое различие. Если да, и с праздниками же точно так же получается, с замиранием страны. Если в Америке все замирает за неделю до праздника, потому что люди уже готовятся, у людей праздничное настроение, то в странах СНГ наоборот. У людей праздничное настроение появляется на неделю после праздника, вот за как раз-таки каникул 10-дневных, если они сохранились, я не знаю точно сейчас, то человек начинает праздновать 30-го, 31-го и празднует следующую неделю. Здесь люди начинают на неделю раньше и заканчивают сразу после праздника. Посмотрим, насколько сильно замирает все в Техасе. В том году у нас, конечно, и показатель был, потому что бы замерзало все к чертям. Сейчас такого нету, давайте я вам выверну камеру, покажу. Сами видите сейчас, да, селень, травка зеленеет. В общем, все достаточно неплохо. Тепло, ну, 76 градусов сейчас. И насколько это замрет сейчас, не знаю, потому что в том году просто все вымерло. В этом году я надеюсь, что жизнь какая-то здесь будет происходить. В общем, интересно посмотрим, что как. А пятница у нас заканчивается, постепенно час дня. И буду с вами прощаться. Оставайтесь на позитиве. Пока. Продолжение следует...